Это программа Актуальные интервью. Здравствуйте. В нашей студии руководитель Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области Ирина Александровна Гаврилина. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что с нами сегодня. Ирина Александровна, с 1 января 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка. Сегодня предлагаю подвести некоторые итоги. Сколько семей в регионе уже получили такие выплаты? На сегодняшний день эти выплаты получили уже более тысячи семей. Для того, чтобы было понятно, это практически половина от тех, кто родил первого ребенка. С учетом того, что выплата назначается с учетом дохода среднедушевого, как мы уже неоднократно это обсуждали, мы считаем, что это достаточно хороший результат. В связи с тем, что, безусловно, в начале года рождались те дети, чьи родители еще на тот момент не знали о введении новой меры социальной поддержки. И как мы считаем, мы думаем, мы рассчитываем, что все-таки в следующем году количество первенцев в Орловской области должно увеличиться. Потому что семьи уже почувствовали на себе поддержку государства, тем более сумма такая немаленькая, 9 421 рубль на сегодняшний день. И действительно большое подспорье в рождении первого ребенка. Я думаю, что это действительно такой важный фактор. А если в семье сразу два малыша, близнецы у нас появились на след, то что? Ну это, конечно, замечательно, но согласно федеральному закону, вот это пособие из федеральных средств, оно рассчитано только именно на первого ребенка. И, естественно, оно будет назначаться именно тому малышу, который появился первый на свет. На второго ребенка здесь распространяется другая норма закона, о которой тоже мы как бы с вами неоднократно говорили. Но уже это пособие родители могут получать из средств материнского капитала. И обращаться за этим пособием нужно в пенсионный фонд Российской Федерации, в отделение пенсионного фонда. То есть если первое пособие выплачивается государством полностью, то про второго ребенка, если вот в данном случае двойня, или просто второй ребенок в семье родился, сами родители определяют, хотят ли они из средств материнского капитала получать дополнительно такую же сумму, пишут заявление в пенсионном фонде. Если они не хотят, то это их как бы решение, то есть это все делается по желанию родителей. Но информации много не бывает. Я предлагаю сегодня напомнить весь алгоритм действий, что в первую очередь должны сделать родители, куда обратиться. Обратиться они должны в отдел соцзащиты по месту жительства, либо альтернативно могут обратиться в МФЦ. Ну, существует, естественно, определенный пакет документов. Самое главное, о чем мы все время напоминаем, это, естественно, подтверждение дохода, средний душевой доход на каждого члена семьи. На сегодняшний день это 15421, не должен превышать на одного члена семьи за предыдущий год, календарный. Затем, ну, обычные документы свидетельства о рождении, паспорта родителей. Многие документы мы запрашиваем по межведомственному электронному документу обороту. Может обратиться любой из родителей, мама или папа? Ну, в принципе, может обратиться любой из родителей, но пособие назначается маме. Мы рекомендуем заранее обратиться в отделы соцзащиты для того, чтобы как бы проработать вопрос, потенциально сможете ли вы претендовать на получение этой помощи, чтобы не собирать лишние справки, чтобы заранее понимать, да или нет, сможем ли мы назначить это пособие. Мы работаем очень активно в этом направлении, ведем большую разъяснительную работу, в том числе и через женские консультации, и через больницы. То есть, в принципе, никаких сложностей в этом нет. Можно прийти, проконсультироваться и очень хорошо заранее понимать, сможете ли вы получать данный вид пособия. А сколько у родителей есть времени для того, чтобы заявить о своих правах, когда еще не поздно? Да, это очень важный момент. Мы всегда рекомендуем после того, как ребенок родился, ну, как бы не затягивать обращение к нам, потому что если родители обращаются в течение шести календарных месяцев, то мы можем на шесть месяцев вернуться. Если спустя шесть месяцев, то мы назначаем данное пособие с момента обращения. Ну, здесь, естественно, никому не хочется терять такую поддержку, поэтому лучше обратиться чем быстрее, тем лучше, конечно же. А недавно в федеральных СМИ появилась информация о том, что Минтруд изменит правила назначения детских пособий. О чем идет речь? Речь идет об очень важном моменте, и мы рассчитываем, что данный законопроект будет достаточно быстро принят, потому что речь идет о том, что сейчас в размер среднедушевого дохода включаются все выплаты и по беременности, и родам, и те пособия, которые уже получают родители. То есть смысл заключается в том, что мы рассчитываем, что вот эти выплаты не будут приниматься в среднедушевой доход. Тем самым большее количество семей получит возможность на назначение пособия на первого ребенка. Еще одну тему предлагаю обсудить сегодня. Это помощь пожилым людям. Как ее оформить и кто может на нее рассчитывать? Да, этот вопрос тоже очень актуален. Действительно, вот буквально неделю назад я докладывала об этом на оперативном совещании у губернатора и у СМИ. Большой интерес это вызвало. Спасибо вам большое, потому что действительно на сегодняшний день вы знаете, что есть большой проект демографии, где помимо как раз мер по социальной поддержке молодых семей, большое внимание уделяется еще и пожилым гражданам, старшему поколению. И президент поставил такую задачу, да, активное долголетие, продолжительность жизни, увеличение продолжительности жизни в Российской Федерации. Поэтому мы вот сейчас тоже очень плотно над этим работаем. Что необходимо сделать для того, чтобы получить пожилым гражданам нашу помощь? Нужно просто заявить о себе, о такой необходимости, что тот или иной человек, либо сам человек это может сделать, либо, естественно, те люди, которые его окружают, родственники или соседи, могут нам позвонить и сказать, что вот тот или иной человек нуждается в помощи. Но по нашим нормативным актам мы обслуживаем социальными работниками на дому пожилых граждан, одинокопроживающих, либо семейные пары. То есть тех людей, которые вот действительно 100% нуждаются в нашей помощи. Что на сегодняшний день мы предлагаем? Мы предлагаем обслуживание на дому социальным работникам. А нужно ли платить за помощь социального работника? Есть ряд категорий, которые обслуживаются бесплатно. Но в первую очередь это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, и они полностью освобождаются от платы. Это дети, ну, в тех случаях, когда им какая-то социальная помощь требуется, и граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Все остальные обслуживаются за плату, но нужно отметить, что плата весьма умеренная. Умеренная. Конечно, не то, что символическая. Значит, у нас установлены в Орловской области тарифы на социальное обслуживание. И в зависимости от того набора услуг, которые выбирает тот или иной гражданин, у нас составляется индивидуальная программа, мы все прописываем, разъясняем, какие тарифы. То есть он может что-то добавить, что-то убрать. Это все достаточно гибкая система. То есть если на сегодняшний день нужна эта услуга, она включается. А что это за услуги? Помощь по дому, приобретение продуктов, лекарств и так далее? Да, совершенно верно. Это и приобретение лекарств, и приготовление пищи, и уборка помещения, и различные санитарно-гигиенические услуги. То есть очень достаточно большой перечень. Кроме этого, надо отметить, и мы об этом стараемся как можно больше говорить, что мы на сегодняшний день можем оказывать услуги и не только пожилым гражданам, но и любому гражданину совершенно обычному, не попадающему ни в какие возрастные ограничения, либо физические ограничения. Допустим, мытье окон, уборка захоронений. То есть любой человек, который нуждается в оказании вот таких услуг за умеренную плату, а у нас они действительно умеренные, может обратиться к нам, и мы эту услугу тоже окажем. Недавно на том же аппаратном совещании вы сказали, что будет в Орловском регионе реализован пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. О чем здесь идет речь? Министерство наше профильное на сегодняшний день ежегодно в пилотные проекты в среднем включает 6 регионов в год. Вот как раз этот проект по долговременному уходу. Пока документы наши находятся на рассмотрении. То есть мы на сегодняшний момент пока не получили подтверждение из министерства, что мы войдем туда. Значит, что подразумевается? Значит, ну, целый комплекс мероприятий. Причем мероприятий совместных с департаментом здравоохранения и с учреждениями здравоохранения. Я недаром сказала вот о программе «Демография». Мы понимаем, что продолжительность жизни и активное долголетие, оно возможно при соблюдении нескольких факторов. То есть мы видим, пожилые люди на сегодняшний день очень активны, но, безусловно, они тоже болеют и какими-то проблемами возрастными обладают. Поэтому здесь комплексный подход к оценке состояния их здоровья, какие-то превентивные меры, в том числе и по вакцинации, и по диспансеризации, и, ну, я не знаю, какие-то еще мероприятия совместные со здравоохранением, которые помогут нам в оказании социальной помощи сделать более эффективным. Кроме этого, в рамках этого проекта будет открываться повсеместно, по всему региону школы ухода. Это обучение родственников различным приемам и методам ухода за пожилыми гражданами. Потому что иногда нам кажется, что все очень как-то просто. У человека заболела голова, но он пожилой. Но есть какие-то нюансы, на которые стоит обращать внимание. И медики подскажут нам, как в той или иной ситуации нам правильно действовать. Вот школу ухода уже заработали. Например, уже в Орловском районе эта работа активно идет. Далее санаторий на дому для пожилого человека. Цель – это замена стационара. Стационар, замещающий технологии. То есть то, что более привычно человеку в его условиях проживания. И гораздо экономически более эффективно, нежели помещение пожилого человека в стационар. То есть на дому попытаться ему оказать и частично какие-то медицинские услуги, и социальные услуги. То есть мы на сегодняшний день понимаем, что вот это веяние времени. Вот такие глобальные у вас задачи. А для реализации проекта союзники вам нужны? И кто должен вам помочь, как вы сами считаете? Ну, кроме того, что ваши коллеги, представители департаментов, правительства, может быть, какие-то общественные организации могут или просто население? Союзники, конечно, нужны. В первую очередь, я считаю, это родственники пожилых граждан. Почему мы делаем акцент на школу ухода, на пункты проката, средств реабилитации? Потому что соседи даже могут быть. Потому что зачастую люди, находящиеся рядом с пожилым человеком, особенно если у него есть проблемы, не всегда понимают, как надо действовать. И они сами этих союзников ищут, а мы вот здесь рядом. И вот когда мы вот этот алгоритм отработаем совместно, я считаю, что эффективность уже будет более высокой. Вот на это мы, собственно говоря, и рассчитываем. Как вы считаете, когда проект уже начнет работать? Ну, даже мы думаем, что если вдруг мы не попадем в пилот, именно при министерстве, хотя мы рассчитываем на это, потому что, естественно, там предусматриваются федеральные деньги на, например, обучение социальных работников. Это было бы, конечно, неплохо. Мы этот проект начнем в 2019 году в полном объеме реализовывать, но уже вот первые шаги мы сделали. Я привела пример Орловского района, и у нас действительно, вы знаете, есть какие-то флагманы в социальном обслуживании, которые первыми подхватывают вот эти все наши инициативы. Я бы вот назвала как раз Орловский район, город Ливны, город Нценск. Пример для других. Да, пример для других. Замечательно, да, действительно, все, конечно, зависит от людей. Когда люди хотят сами, горят новыми идеями, это всегда замечательно. А многодетные семьи также не остаются без внимания? Сначала предлагаю озвучить статистику. Сколько сегодня многодетных семей у нас, и какие тенденции в регионе сокращения или увеличения за последние годы? На сегодняшний день чуть более 7 тысяч многодетных семей, в них почти 23 тысячи детей. И замечательно, но на протяжении последних лет действительно статистика положительная, и количество многодетных увеличивается, большинство из них проживает в сельской местности, здорово. И вообще, как бы, мы эту тенденцию всячески тоже поддерживаем, отмечаем, и действительно считаем, что это положительный момент. И как раз вот последнее воскресенье ноября будет отмечаться День матери, и вот новая партия, так скажем, вновь образованных многодетных семей будет чест... Сюда в каждом районе, безусловно, и у нас хорошая традиция, от имени губернатора Орловской области мы вручаем медали и дипломы многодетных семей. Но это все праздники. А на какие меры поддержки в течение года могут рассчитывать многодетные семьи? Комплекс мер целые. Льготы по коммунальным услугам. Но это достаточно уже давно, в принципе, закон региональный определил льготы для многодетных семей. По коммунальным услугам есть выплаты к новому учебному году. Также мы продолжаем выплату на третьего и последующего ребенка. Здесь идет софинансовернее федерального бюджета. То есть материнский капитал региональный, я считаю, что все эти меры, они работающие. Конечно, может быть, хотелось бы чего-то еще более глобального, но тут, я думаю, будем поступать по мере, так скажем, своих возможностей. Но система мер достаточно, я считаю, хорошая, солидная, отработанная. И, в общем-то, как бы вот все так у нас в плановом режиме идет, и мы поддерживаем как можем всеми своими, так скажем, делами и силами. А впереди у нас зимние каникулы. Могут ли рассчитывать на оздоровление за пределами региона семьи из многодетных и малоимущих семей? Ну вот у нас относительно оздоровления, здесь ситуация следующая. Оздоровление детей. Да, здесь мы, конечно, больший акцент делаем на летнюю оздоровительную кампанию. Только сейчас у нас во время осенних каникул действовали лагеря дневного пребывания. На зимний период у нас пока этого не планируется, но будут такие, как мы их называем, различные формы занятости на период каникул. Мы приглашаем различные категории наших детей в наше учреждение, там проводятся различные мастер-классы, встречи, ну то есть досуговые мероприятия. Вот мы пока зимний период охватываем так, потому что есть некие сложности и по погодным условиям, ну и тут совпадает как бы с длительными новогодними каникулами. Многие из них проводят там с семьями, с родителями эти праздники. То есть мы больше делаем акцент на другие периоды именно в рамках соцзащиты. Наверняка уже планы есть на предстоящий летний период 2019 года. Планы есть, да. Мы традиционно делаем смены, четыре смены в нашем реабилитационном центре «Березка» для детей с проблемами в здоровье, для трудных подростков, для детей-инвалидов. Традиционно мы делаем вот оздоровительные смены на базе «Березки». Кроме этого, лагеря дневного пребывания также будут у нас организованы. Но основную оздоровительную кампанию у нас проводит департамент образования. Еще одну тему хотелось бы с вами обсудить. В автобусах «Орла» все чаще можно встретить молодых людей, которые представляются волонтерами. Они ходят со специальной такой коробочкой, куда собирают средства, якобы пожертвования для больных детей. Имена больных людей также они называют, просят активно помочь. Что это за люди? Куда идут эти деньги? Ну, здесь, конечно, ситуация такая неоднозначная. Мне ее трудно оценить. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Все сборы, которым мы содействуем, скажем так, они все осуществляются в рамках организованных мероприятий. Ну, например, у нас проходит акция «Милосердие» каждый год, и мы очень все это в каждом районе открыто проводим. Совершенно понятно, так скажем, где этот счет при наших учреждениях, как им распоряжаются. То есть это все абсолютно прозрачно. Либо у нас, например, есть... Мы оказываем содействие, например, на сайте нашего учреждения для детей с ограниченными возможностями. То есть если какая-то помощь для ребенка-инвалида требуется, то мы делаем это тоже через официальные сайты. Поэтому здесь, конечно, оценку дать трудно. Не могу сказать однозначно, да, то ли это правда, то ли это неправда, но я бы все-таки, наверное, посоветовала людям так немножко с настороженностью относиться к этому, потому что действительно сейчас есть определенные нормативные акты, которые все это регламентируют. И там, где нужно собрать деньги официально, я сама нередко отправляю СМС-сообщения, вот когда это на телевидении... Но серьезная организация не будет отправлять молодежь в транспорт, спросить деньги. Да, поэтому думаю, что здесь стоит задуматься. Никому, конечно, здесь советов, это зов, так сказать, сердце и души человека, вот, ну, наверное, не совсем то, что бы хотелось, хотелось бы понимать, да, куда и как твои деньги пошли, пусть даже совсем не большие. 2018 год у нас близится к завершению. Что сейчас вы можете назвать главным достижением этого периода и какие направления будут актуальны в 2019 году? Достижениями могу назвать следующее. То, что мы не стоим на месте, мы развиваемся. Мы стремимся к каким-то новым вершинам и горизонтам. И на сегодняшний день наша служба, это команда единомышленников. Безусловно, хочу поблагодарить губернатора за поддержку наших каких-то инициатив. И вот как раз мы уже говорили с вами о том, что поездки в другие регионы помогли нам новые какие-то векторы взять, да, и приступить либо уже к реализации этих направлений, либо вплотную к этому приблизиться. Поэтому вот это наши основные достижения, что мы меняемся, что мы помогаем людям, это самое главное, потому что наша задача, помочь человеку. А когда вот помочь не можешь, здесь, конечно, уже негативные эмоции, но я могу сказать, что вот достаточно давно работаю в соцзащите и пытаюсь помочь каждому человеку хоть как-то, каким-либо способом. Поэтому вот это наша основная задача и наши основные плюсы. А еще в вашем департаменте говорят как о самом открытом, ну, об одном из самых открытых для общения, для взаимодействия. И все-таки, если у орловчан есть какие-то вопросы, какие-то неразрешенные ситуации, как с вами связаться, как обратить внимание на свою проблему, куда нужно прийти, куда написать? Ну, вообще это очень приятно, на самом деле. И действительно, после инициативы Андрея Евгеньевича вот контактов в соцсетях, очень активно поступают вопросы в мой личный адрес, потому что у меня там как бы личная страница, помимо того, что потом появилась страница департамента, но я так понимаю, что лично проще людям обращаться. Могут обращаться как лично ко мне. Ежедневно у нас ведется прием в течение всего дня, у нас работают специалисты каждый день с 9 до 18. Совершенно никаких проблем в общении с нами нет. И мы действительно, несмотря на то, что наши ли проблемы, не наши, мы эту проблему всегда как бы стыкуемся или сами решаем. Поэтому добро пожаловать. Улица Лескова, 22, всегда двери открыты департамента нашего для приема граждан. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, а мы также всегда вас ждем в нашей студии. Приходите. Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Спасибо вам большое. Спасибо.